Песчаный карьер Песчаный с началом строительного сезона уходит в лед. Только непонятно куда и непонятно кто вывозит тонны бесплатной глины с муниципального карьера. Песчаный с началом строительного сезона уходит в лед. Но никаких сопроводительных или разрешающих документов в машине с челябинскими номерами не нашлось. А тем временем здесь трудится целое интернациональное братство. Водитель КамАЗа Руслан бумажную волокиту тоже не уважает. То есть вы приезжаете, он даже не спрашивает у вас экскаватор? Зачем? Он знает же, кто грузит. Не знает. То есть вы не первый день здесь? Нет, первый день. А он же вас не знает. Ну вот, я еще даже его имя не знаю, если честно. Но он вот так на доверии всем грузит. Нет, всех не грузит. Зачем? Не знаю. Узнать, кто же ведет разработку, мы пытались у водителя-погрузчика, но он тоже не в курсе. Николай работает в частной компании. И его руководство просто отправило его сюда на один день помочь хорошим людям. А просить у хороших людей документы – это как-то прямо и не культурно. Зачем меня спрашивать, если меня свой натяник посылает? Ну, сколько кубов загрузили уже сегодня? Сколько КамАЗ? Не знаю. Не считаю. Они там сами считают. Наконец, у четвертого по счету водителя мы смогли выяснить, куда отправляются самосвалы. Это частная машина без путевой листы. Наверное стоит. Нет никакой? Нет. Ну, это НАКС, это ТАНИК. Это какой? Ну, ТАНИК. ТАНИК? Да. А тут для дома, блядь? Да. А куда вы сидите? Магазин строить. А где это магазин? Возле Великана. Мы проехали за одним из самосвалов и убедились. Вполне открыто, бесплатную глину с муниципального карьера вывозят на строительство очередного торгового комплекса. Кстати, никому не нужного. Есть еще куда засунуть? Ну, вообще, наверное, нет. За объяснениями о законности вывоза муниципальной глины мы обратились в администрацию. Оказалось, то, что показалось подозрительным телезрителям, вполне законно. Разрешение на вывоз есть. На данном участке мы получили справку с Министерства экологии и природопользования за номером 748, если я не ошибаюсь, от октября месяца 2012 года. Площадь разработки до двух гектар. Официально выходит с письмом определенный объем. Это у нас разрешенные места. То есть здесь каких-либо коммерческих целей ни администрации, никто не преследует. Если будет нормальное обращение в письменном виде с затребованным объемом, мы выезжаем, показываем место, указываем площадь. В принципе, для выборки можно ввести разработку. Бесплатно вывозить глину с муниципальных карьеров, а именно так определили участок в народе, прозванного польским городком, разрешено сразу нескольким строительным организациям. Интегралу, Таныпу и, в общем, всем крупным фирмам, занимающимся строительством жилья и благоустройством. В том числе и сегодняшним копателям. Подавали заявку для благоустройства строительной площадки многоталежного жилого дома по улице Ленина, 84. Согласно этой заявке глава администрации подготовил поручение от 30 января этого года. И согласно этого поручения мы вывозим в объеме тысячи кубов на благоустройство территории. Но когда мы сегодня снимали, это было не за великаном, а возле великана. Сыпали. На вопрос, почему вдруг торговый центр стал социальным объектом, ответить нам никто не смог. Зато все точно знают, один куб глины стоит около тысячи рублей. Фирмы-застройщики вывозят сотнями тысяч и не платят никому. Просто с них в администрации, когда дают разрешение, берут обещание, что они используют глину, ПГС и песок по назначению на социально значимые объекты. Лилия Грифульна, Ильшат Исламов. Время новостей.